Почему Плутон перестал быть планетой? Существует ли планета, которая станет девятой, и где ученые планируют ее найти? Предлагаю отправиться в увлекательное и захватывающее космическое путешествие, чтобы раскрыть эту загадку. Почему заговорили о девятой планете? История поиска девятой планеты уходит своими корнями в начало 20 века. В 1930 году астроном Клайд Томбо открыл Плутон. Мир долгое время считал его девятой планетой Солнечной системы. Впрочем, уже с середины 20 века астрономы начали подозревать, что за Плутоном может скрываться нечто большее. Причиной догадок стали необъяснимые аномалии в орбитах планет-гигантов, таких как Уран и Нептун. Аномалии указывали на присутствие массивного объекта за их орбитами. Тогда астрономическое сообщество задумалось, а что, если Плутон не единственная крупная планета во внешней части Солнечной системы? В 2006 году Международный астрономический союз переквалифицировал его в разряд «карликовых планет». Но где же тогда истинная девятая планета? Ее поиском занимаются астрономы по всему миру. Она остается гипотетическим объектом, но благодаря новым технологиям и исследованиям существование девятой планеты становится все более вероятным. В 2016 году американские ученые Майкл Браун и Константин Батыгин заявили о существовании косвенных доказательств присутствия массивного объекта во внешних районах Солнечной системы. Они основывались на наблюдениях за орбитами шести объектов пояса Койпера, которые показали странное поведение. Орбиты словно подчинялись гравитационному влиянию чего-то огромного и далекого. Ученые предположили, что это могла быть девятая планета, по массе в 10 раз превышающая Землю, с орбитой в 20 раз дальше от Солнца, чем у Нептуна. Если планета существует пока только в догадках ученых, почему же Плутон потерял статус девятой планеты? Решение масс. В 2006 году астрономы приняли решение, которое потрясло весь мир. Ключевой момент наступил, когда Международный астрономический союз, МАС, собрался для пересмотра определения планеты. На тот момент в поясе Койпера, регионом за орбитой Нептуна, было обнаружено несколько крупных объектов, один из которых, Эрида, по размеру не уступал Плутону. Тогда астрономический союз предложил три условия, которые определяют статус планеты. Объект должен вращаться вокруг Солнца, иметь достаточно массу, чтобы принять округлую форму под действием своей гравитации. Очистить свою орбиту от других объектов. Плутон соответствовал только первым двум критериям. Его орбита пересекает орбиту Нептуна, а в окрестностях своей орбиты он делит пространство с множеством других объектов пояса Койпера. С этой точки зрения Плутон не был доминирующим объектом в своей зоне, и в 2006 году его переклассифицировали в карликовую планету. Это решение позволило избежать увеличения количества полноценных планет каждый раз, когда в поясе Койпера открывали новый крупный объект. Однако споры по поводу этого ведутся до сих пор. Многие астрономы и любители космоса выступают за возвращение Плутона в ряды планет. Как вы считаете, заслуживает ли Плутон звание девятой планеты? Откуда название планета Хаеки? Почему гипотетическую девятую планету называют планетой Х? Само название наводит на мысли о загадках и тайнах космоса. Но откуда взялся этот термин, и почему он прижился именно для девятой планеты? История термина «планеты Х» уходит в начало 20 века, когда астроном Персиваль Лоуэлл обратил внимание на странности в движении Урана и Нептуна. В 1905 году Лоуэлл предложил гипотезу о неизвестной планете за орбитой Нептуна, которая своим притяжением могла бы вызывать такие отклонения. Он назвал ее «планетой Х», где «Х» означало символ неизведанного. Лоуэлл не успел найти загадочный объект при жизни. В 1930 году по чистой случайности в районе, предсказанном Лоуэллом, оказался Плутон. Но Плутон сочли слишком маленьким, чтобы так сильно влиять на орбиты Урана и Нептуна. Идея о неизвестной планете осталась, и планета Х продолжала жить как символ неоткрытого. К поискам Лоуэлла вернулись в 21 веке. Тогда предположили, что за пределами орбиты Плутона находится массивный объект, который влияет на траектории других объектов в поясе Койпера. Этому объекту дали название «планета Х», звучит захватывающе и подчеркивает, что он пока только гипотетический, и все еще ждет своего открытия. Но где же астрономы собираются искать девятую планету, и что они ожидают найти? Пояс Койпера Но сначала я предлагаю разобраться, что такое пояс Койпера. В этом видео я буду не раз про него рассказывать, и, думаю, будет не лишним понимать, что он из себя представляет. За пределами Солнечной системы, на самом ее краю, существует огромный, почти неизведанный мир, где скрываются миллионы ледяных объектов. Именно там и находится загадочный пояс Койпера. Он представляет собой своего рода свалку материалов, которые остались после формирования планет и Солнца. Несколько миллиардов лет назад хаос, холод и давление собрали звезды, камни и ледяные кусочки воедино. Пояс Койпера в некотором роде напоминает пояс астероидов, но в десятки раз больше и массивнее. Если пояс астероидов притаился между Марсом и Юпитером, то пояс Койпера начинается примерно в 30 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца, примерно 150 миллионов километров. Температуры тут настолько низкие, минус 253 градуса по Цельсию, что камень и лед сохраняются в почти нетронутом виде. Солнце из этой удаленной точки кажется всего лишь яркой точкой среди звезд, практически не дающей тепла. Интересно, что орбиты объектов пояса Койпера не такие, как у большинства планет. Они вытянуты и наклонены, будто в каком-то хаотичном танце вокруг Солнца. Ученые уверены, что разгадка строения пояса поможет приблизиться к пониманию загадочной девятой планеты, чье существование ученые еще только пытаются доказать. А давайте посмотрим, какие уже объекты были обнаружены в поясе Койпера. Эрида. Самый загадочный объект Солнечной системы – планетоид Эрида. Он назван в честь богини хаоса и раздора и действительно внес свою долю смуты в научный мир. В 2005 году астроном Майкл Браун обнаружил Эриду, и ее размеры и масса оказались настолько близки к Плутону, что перед учеными встал вопрос – считать ее десятой планетой или придумать новое понятие. В научных кругах разразились жаркие споры, а Плутон перестал быть планетой и был разжалован в новый класс. С этого момента их с Эридой назвали карликовыми планетами. Чем же уникальна Эрида? Она обладает высокой плотностью и даже массивнее Плутона. Ее диаметр около 2326 километров, почти как у Плутона. Самая интересная – орбита Эриды. Планетоид движется по вытянутой орбите, которая отдаляет ее от Солнца на 98 астрономических единиц. Путь Эриды лежит далеко за орбитой Нептуна и даже Плутона. Если бы вы захотели увидеть ее вблизи, вам пришлось бы путешествовать почти к краю Солнечной системы. Эрида еще и очень яркая. Ее поверхность покрыта замерзшим метаном, словно снежным покровом, и это делает ее заметной даже вдалеке. Температура на Эриде близка к абсолютному нулю и достигает минус 253 градуса по Цельсию. Таких холодов нет нигде вблизи Солнца. У Эриды есть спутник по имени Десноми, размер которого чуть больше 300 километров. Макимаки. Самый яркий обитатель пояса Койпера получил прозвище «Пасхальный кролик». Звучит неожиданно, правда? Макимаки – третий по величине объект в этой области Солнечной системы. Его обнаружили 31 марта 2005 года. И поскольку это было всего через несколько дней после Пасхи, астрономы дали ему название «Пасхальный кролик». Позже планетоид переименовали в честь Бога Изобилия и создателя людей в мифологии острова Пасхи. Орбита планетоида Мамимаки лежит за Плутоном, но иногда он оказывается ближе к Земле, чем сам Плутон, из-за вытянутой траектории движения. Это одно из тех явлений, которое делает планетоиды такими загадочными и сложными для изучения. Макимаки обладает необычным красно-коричневым оттенком, который, по мнению ученых, обусловлен слоем замерзшего метана на его поверхности. Эта краска делает его ярким и заметным даже на таком далеком расстоянии. По размеру Макимаки уступает только Плутону и Эриде. Его диаметр составляет около 1360 километров. Ну а следующий объект, о котором пойдет речь, удивит вас своей формой. Готовы? Космический снеговик. Далеко в поясе Койпера есть необычный космический объект, похожий на огромного снеговика. Ученые НАСА назвали его Аррокотом. Он был открыт в 2019 году. У Аррокота особенная форма. Две сплюснутые части, соединенные между собой, как будто настоящая фигура из снега. Ученые считают, что Аррокот появился миллиарды лет назад из двух объектов, которые медленно сблизились и аккуратно слились воедино. Без мощных столкновений, просто под влиянием взаимного притяжения. Аррокот был найден с помощью телескопа Хаббла еще в 2014 году. И долгое время оставался лишь пятнышком на экране. Но 1 января 2019 года космический зонд «Новые горизонты» сделал первый близкий снимок снеговика, пролетая всего в 50 тысячах километров от него. А что же внутри этого планетоида? Ученые предполагают, что там могут находиться древние льды, возраст которых около 4,5 миллиардов лет. Это делает его одним из самых древних объектов в Солнечной системе. Что же еще скрывается на далеких рубежах космоса? Хаумеа Хаумеа – космический объект с необычным именем и необычной формой. Эта карликовая планета, находящаяся в поясе Койпера, выглядит не как привычный всем шар, а как вытянутый мяч для регби. Причиной такой странной формы стало ее невероятно быстрое вращение. Хаумеа делает полный оборот вокруг своей оси всего за 4 часа. Впервые ее обнаружил Майкл Браун в 2004 году. Планитоид почти полностью состоит из тяжелых пород, покрытых тонким слоем водяного льда, который отражает солнечный свет. У Хаумеа есть уникальные спутники – Хииака и Намака. Более крупный Хииака, диаметром чуть больше 300 километров, имеет ледяную поверхность. И, возможно, образовался из фрагментов самой Хаумеа. Еще одна поразительная деталь. У Хаумеа есть кольца. Это редкость для объектов пояса Койпера. И вообще для чего-то, кроме газовых гигантов. Ученые предполагают, что в прошлом Хаумеа могла столкнуться с другим небесным телом. И кольца – это результат той космической катастрофы. Кольца вращаются на расстоянии около 2000 километров от планетоида. Но они довольно темные, отражая всего 5% света. Но давайте вернемся к тайне девятой планеты. Где же она все-таки находится? Поиски планеты Хаш. Когда ученые решили искать девятую планету, известную как планета Х, они столкнулись с задачей изучения одной из самых темных и малоизученных областей нашей Солнечной системы – внешнего пояса Койпера. Этот пояс располагается далеко за орбитой Нептуна и включает ледяные объекты и карликовые планеты. Некоторые из них движутся по орбитам, которые трудно объяснить. Это натолкнуло астрономов на мысль, что в этой области может скрываться массивный объект, который на них воздействует. Майк Браун и Константин Батыгин, ученые из Калифорнийского технологического института, первыми заметили аномальные орбиты некоторых далеких объектов. Они предположили, что это может быть вызвано массивной планетой, которая находится примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, и совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 10-20 тысяч лет. Их исследования показали, что планета Х может быть в противофазе с остальными планетами, то есть ее орбита наклонена на определенный угол, и она может находиться в области, противоположной орбитам других планет. Ученые считают, что поиск этой планеты можно продолжить с помощью мощных телескопов, которые сканируют небо, например, на территории Чили или на Гавайях, в обсерваториях, расположенных на больших высотах. Несмотря на трудности, каждая находка новых ледяных объектов в поясе Койпера приближает человечество к раскрытию загадки планеты Х. Альтернативная теория. Загадочная планета Х – тема, вокруг которой разгораются самые горячие споры в мире астрономии. Одни ученые считают ее существование маловероятным, а другие утверждают, что она может скрываться где-то на окраинах Солнечной системы. Вот только представьте, что если это не планета вовсе, а крошечная черная дыра, незаметная для наших телескопов. Некоторые исследователи предполагают, что найти такую черную дыру возможно лишь при помощи гамма-лучей или специализированных космических аппаратов. Эти устройства могли бы засечь мельчайшие вспышки энергии, исходящие от этой невидимой массы. Если теория верна, то где-то далеко, в неосвещенных глубинах космоса, может скрываться объект, достаточно плотный и тяжелый, чтобы искривлять пространство вокруг себя, но не дающий света, который можно было бы увидеть. Тем временем НАСА пока не отбрасывает существование планеты Х. Скрытая в самой тьме, она может быть не просто мифом, а реальным объектом, который ждет своего часа, чтобы открыться миру. Какой из вариантов окажется правдой, покажет только время. Что ж, друзья, сегодня вы узнали, что, возможно, на краю нашей Солнечной системы скрывается планета Х. Вероятно, что она окажется и не планетой вовсе, а крошечной черной дырой, невидимой для земных телескопов. Космос остается полным тайн и необъяснимых явлений. Сегодня человек не может отправить корабль и найти эту планету. Но даже при создании космического аппарата путь будет очень долгий. Миссии потребуется почти 15 лет, чтобы добраться хотя бы до карликовой планеты Хаумея, пока ученые могут только наблюдать за космосом с использованием наземных телескопов и космических обсерваторий. Если вас захватывают такие вопросы и увлекают удивительные открытия, у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать такие же потрясающие и необычные видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с интересными открытиями.